Прежде всего мы помогаем вынужденным мигрантам, а вынужденные мигранты — это беженцы, лица, ищущие в бежище, и внутри перемещенные лица, то есть те жители России, которые вынуждены покинут родные места. Но это в основном было во время чеченских войн, во время конфликтов в пригородном районе Осетии. Вот оттуда у нас наши внутренние вынужденные мигранты. И прежде всего мы сосредоточены на помощи этим людям, плюс еще лица без гражданства. Потому что у нас с 2002 года, когда у нас впервые вообще был принят закон о правом положении иностранных граждан, огромная армия людей, действительно исчисляющаяся по меньшей мере миллионам, оказалась без какого бы то ни было легального статуса. Потому что им до этого выдавали советские паспорта. Это в основном наши бывшие сограждане, которые провалились в эту щель, когда развалился Советский Союз. Они не стали там, где они были гражданами и опоздали стать российскими гражданами по признанию. После 6 февраля 92 года приехали после этой даты. Ну вот, и в основном как раз занимались ими. А трудовыми мигрантами довольно долго не занимались вообще, считая, что у этих людей есть выбор. Они могут уехать к себе домой, если им у нас не нравится, или поехать в какую-то другую страну. Но потом мы поняли, что, к сожалению, другую страну не могут. И что эта миграция тоже очень часто вынужденная, потому что им просто в своих странах не прокормить свои семьи. После того, как появился закон о патентах, очень многие вышли из серой зоны. Но до того, как он появился, прошло много времени, и создалась система рабского труда. Потому что они все равно здесь работали, но при этом они попадали в полную зависимость от работодателя. Добросовестный работодатель обращался с ними прилично, а недобросовестный мог выгнать на улицу человека, который у него отработал год. Потому что армия желающих не иссякала и не иссякает. Честно, стало меньше. И вот появился этот закон о патентах. Кстати, было большое сопротивление. Тогда еще была членом правительственной комиссии по миграционной политике. И многие серьезные чиновники на уровне министра очень против этого протестовали. Но это прекрасный закон совершенно, который большое число людей выводит из тени. И если уж теперь человек покупает, платит. То, что он платит за патент — это авансовый налоговый вычет. Так что тут никакой эксплуатации таким образом нет. Единственное, что в разных регионах сами субъекты федерации назначают эти суммы. Ну и, конечно, в Москве они довольно большие. Но, тем не менее, люди с этим справляются. Так вот, сколько у нас на вот недавнее время всего зарегистрированных беженцев по всей России-матушке? Их 250 человек. 250 человек. А предыдущая цифра была 246. Поэтому я первый раз за последний год и вижу увеличение. Правда, всего на 4 единицы. Вот. И я когда… Вот меня переводят на английский, если я где-то выступаю, я всегда ухом слушаю. Потому что если переводчик в теме, он обязательно скажет «thousands». Потому что «thousands» – 250 было бы нормально. И я ему всегда говорю «persons». И общее удивление. Ну, мы тоже удивляемся. У нас есть второй статус, как вы знаете, наверное, временное убежище. Ну, это некоторый аналог дополнительной защиты, которая есть в других странах. Он дается всего на год. И каждый год начинается новая процедура фактически. И с этого статуса может снять. И это очень противная штука. И если человек, имеющий статус беженца… Ну, до последнего времени… Сейчас опять снова стали сложности наконодательные. Человек, имеющий статус беженца, может через год, мог… Сейчас опять это изменено… Подавать на гражданство, то человек, имеющий временное убежище, так просто не может подавать. Значит, он… Да. И вот он год должен попробовать добиться квоты на разрешение на временное проживание. Потом он в этом статусе сколько времени проживет? Три года. А дальше он будет просить разрешение на постоянное проживание. Вид на жительство. И только после пяти лет вида на жительство он может получить гражданство. Вот такая вот длинная процедура, которая годами длится и очень часто прерывается по странным причинам. Сколько же у нас человек имеет это самое временное убежище на ту же самую дату? 26 тысяч – 233 человека. И из этих 26 тысяч – 23 тысячи – это Украина. То есть фактически что мы имеем? Около двух тысяч людей, которые имеют вообще какую бы то ни было форму убежища, не считая украинцев. Украинцы довольно быстро в процедуре получают гражданство. С большим трудом нам удалось добиться, чтобы в законодательстве введено разрешение работать без дополнительной процедуры тем, кто имеет статус беженца. Это очень тяжело было, этого добиться. До этого было непонятно, человеку дают убежище или временное убежище, и на что он должен жить. Он должен был отдельно еще и спрашивать разрешение и в квоту, чтобы его ввели в квоту на получение разрешения на работу. Но теперь этого нет, слава богу. На самом деле, почему государство так скупо предоставляет этот статус? Это нематериальные соображения, потому что никакой материальной нагрузки оно на себя не берет. И вот никакого пособия регулярного, как получают беженцы в других странах, не существует. Хотя наши миграционные органы иногда морочат голову иностранным журналистам и говорят, вот в европейских странах человек начинает получать пособие, когда он получил статус. А у нас, когда он только подал на статус. Так вот, когда он подал на статус, он действительно имеет право на одноразовое пособие в размере 100 рублей. Я уверена, что его никто никогда не получает, потому что бюрократическая процедура этого получения, наверное, не стоит этих 100 рублей. Это просто смешно, потому что это сохранилось в каких-то тех давних временах, когда 100 рублей – это были какие-то деньги. Ну, люди прежде всего все-таки приходят за консультацией. Они спрашивают, как им жить. Мы стараемся людям объяснить, как им жить так, чтобы это не противоречило российскому законодательству. И мне кажется, это очень важной функцией, чрезвычайно важной. Раньше мы устраивали такие встречи с беженцами, активные, так сказать. Ну, когда мы их приглашали в какой-нибудь большой зал, приходило много людей. Дальше они задали свои вопросы, выслушивали нас. И это расходилось волнами. Потому что от семьи, от нескольких семей приходит один человек. И дальше он тоже становится источником знаний, так сказать. Но нам, иностранным агентам, нельзя вести просветительскую деятельность. А наше государство ее не ведет. Поэтому часто люди не выполняют закон просто потому, что им сложно самим разобраться в законе. А никто им в этом не помогает. Так что, к сожалению, ну и тут тоже, к сожалению, и то, что работодателю часто выгоднее иметь нелегального мигранта. Он полностью в его власти. Он делает с ним что хочет. Он старается заплатить, когда ему хочется, когда ему не хочется. Нет. И так далее. Когда у него какая-нибудь травма, значит, он уже не несет никакой ответственности. Знаете, у нас такая, казалось, смешная есть легенда для тех, кто, например, на стройке сломал ногой. Я думала, что это однократно выдумано, но, оказывается, это вообще общая легенда. Значит, человека просят, ну, за определенную сумму все-таки, написать такое заявление, что он получил эту травму не на строительстве, а во время перерыва, когда он вышел погулять, увидел кота на дереве, полез спасать кота и упал. И вот, оказывается, у нас не один такой катофилл, а много таких. Потому что, когда я увидела это предложение, ну, конечно, мы с этим человеком работали, сказали, может, не надо подписывать, он не подписал. И когда я сказала, подумайте, как приду, он мне сказал, что вы, таких полно, полно. И люди подписывают, потому что им за это обещают какую-то сумму все-таки выплатить. Ну, я должна сказать, и никогда не выпускаю случай сказать, когда можно похвалить нашу ситуацию власти, да, потому что, ну, неприятно, как гражданке России, значит, что-то у нас хорошо. Вот. Я хочу сказать, что у нас в последнее время суды стали более доброжелательны по отношению к трудовым мигрантам. Они перестали принимать, ну, во всяком случае, так часто, как это раньше было, вот нашего адвоката, который этим занимается, большой в этом опыт, они перестали отказываться рассматривать эти дела, потому что нет доказательств трудовых отношений. Ну, нет договора, значит, никаких доказательств. Нет. Они теперь принимают и другие доказательства, и свидетельские показания, и фотографии. Мы всегда советуем людям сделать фотографии на рабочем месте, а иногда в форме рабочей, где прямо написано, в какой организации он работает. И они принимают эти доказательства. У нас был такой замечательный случай, когда явно суд шел уже в пользу, сидел 20 человек этих мигрантов, они судились с работодателем, и работодатель там был. И явно, что суд был уже, почти что решение было принято, судья ушел на вынесение постановления, и в это время у них у всех заработали телефоны, потому что сидящий в зале работодателем всем перевел деньги. То есть решение было выполнено раньше, чем оно было вынесено. И бывало ли случаи теперь у нас, когда назначают достаточно большую сумму компенсации за травму, то есть как-то в этом отношении, мне кажется, ситуация улучшилась. Ну, это, конечно, Сирия, и, конечно, Афганистан, это Эфиопия, Эритрея, это Судан. Ну, в общем, раньше у нас Африки фактически не было, сейчас довольно активно к нам идут африканцы. Вот, Нигерия бывает, ну, в общем, по-разному. Довольно большой спектр. У нас, по-моему, мы посчитали, где-то около 50, представители 50 стран обратились к нашу организацию за помощью получения убежища. Ну, во-первых, я провела опрос наших сотрудников, которые, не сотрудников гражданского содействия, а сотрудников благотворительного фонда «Мир и прогресс», который работает во многих регионах России. Это программа «Миграция права», моя, в 96-м году созданная, и у нас вот с 96-го года многие юристы те же самые работают до сих пор. Это уже действительно коллектив, хотя он разбросан по всей стране. И ответы очень разные. Самая тяжелая ситуация оказалась в Петербурге. В Петербурге наши коллеги говорят о том, что людей просто собирали, везли в суд, и чуть ли не сразу после решения, не дав им ничего обжаловать, везли на депортацию. Ну, административное выдворение это называется. Это 18.8, статья КОАП, Кодекса об административных правонарушениях. Вот. А в других местах, в Ростове тоже, не такая ситуация, но тоже довольно активно действовали правоохранительные органы. Но в основном, к моей тоже радости, я должна сказать, что вначале стали действовать круто, в том числе в Москве, а потом как-то вот буквально в один день суды были переполнены, а потом вдруг пусто. То есть мне кажется, что от федеральной власти не последовало указание жестко избавиться от всех мигрантов. И это очень радостно знать. То, что идут проверки, проверки идут везде. То, что идут проверки, это, наверное, правильно, и во всяком случае это нетравматично. Проверяют документы, проверяют право пребывания, спрашивают, где люди находились, находятся и так далее. Это совершенно нормально. Это действительно то, что способствует защите нашей. Что же касается вот этих вот массовых выдворений, они как-то вот прекратились. В Москве прекратились. Во вторник еще нам звонил наш, вернее, жена звонила, нашего очень давнего подопечного, которого, к сожалению, мы не можем легализовать. То есть он был какое-то время легализован. Было решение европейского суда запреть его экстрадиции таджика в Таджикистан. В общем, европейский суд запретил его экстрадицию. И первое время он получал временное убежище. Их было несколько человек, вот таких вот, из Узбекистана и Таджикистана, которым европейский суд вот таким образом помог. Это вообще был единственный механизм остановить это срочно, потому что европейский суд в часы принимал решение. Потом вдруг нам заявили, что ему не нужно, им не только ему, не нужно никакого временного убежища, потому что они под защитой решения европейского суда. Ну и решение европейского суда защищает от экстрадиции. Но решение европейского суда это не легализация в стране. Это не дает возможности права работать и так далее. Ну вот, к сожалению, такое решение было принято. А потом мы с европейским судом, как вы знаете, расстались, конвенцию не соблюдаем, и это решение уже никакой роли не играет. Тем не менее, вот во вторник он и он сидел дома, а жена его и дети, поскольку они уже все 15 лет, как на территории России, они получили уже давно гражданство. И он сидел дома, но почему-то во вторник именно ему понадобилось идти в магазин. По дороге его схватили. Это маленький поселок под Москвой. И, значит, я всю информацию получала от его жены. При этом у него не забрали телефон. Она с ним была на связи все время, почти все время. Значит, она рассказала с его слов, что там еще несколько человек, немного, что их по очереди проверяют и отпускают. Их всех отпустили. Нашему подопечному как-то решения принимали по его поводу разные. Сначала говорили, что сейчас составим протокол, заплатят штраф и уйдет. Потом стали говорить, что его выдворят. Жена рыдала мне в трубку. Я ей сказала, бери детей, бери из паспорта, иди рыдать туда. Не надо мне в трубку рыдать. В общем, она это проделала, видимо, успешно, потому что через некоторое время я сказала, отпустили без протокола. От рыдала он ее. Да. И это, между прочим, ну, люди же там все-таки, правда? Ведь сотрудники полиции тоже родители и дети сами. Когда-то были они. Вот. И они понимают, что это такая семья. И иногда, вот я знаю не один случай, когда вот жены вот так вот приходят и буквально вырывают из рук правоохранительных органов своих мужей, ну, убеждая их в том, что это люди никак не опасные и что они нужны своим семьям. К сожалению, не только сейчас. И эти облавы, например, в том же Ростове, Ростовской области, они регулярные, и полиция не ведет себя лучшим образом. А как они себя ведут, мы видели, когда они снимали кадры свою, издевательств над людьми, которые были уже в их руках. И если мы Европейскую конвенцию уже не признаем, то все-таки Декларацию прав человека мы признаем. Пятая статья запрещает дурное обращение. Человек уже в ваших руках. Нет никаких, никаких причин так с ним обращаться. Тем более, что в данном случае от него вы даже никакой информации не можете получить. Если иногда пытки оправдывают, не я оправдываю, но оправдывают тех, кто их применяет или тех, кто хочет сказать, что это обоснованно, оправдывают тем, что это способ получения правдивой информации, это тоже не так. Правдивая информация таким образом не получается. А получаются те данные, которые дают, которые хотят от человека и которые дают для того, чтобы прекратить истязание. Но в данном случае это просто истязание. Так же, как в пенциарной системе бывает. Истязание ради истязания. К сожалению, мне кажется, что работа с органами правоохранительными проводится недостаточно. Психологи работают с ними мало. и люди, которые склонны к насилию, могут себя там совершенно безопасно проявлять. Вот это очень опасно, когда в правоохранительных органах работают садисты. Это и для самих правоохранительных органов опасно. Они со своими товарищами могут так себя вести. Жестокое отношение к задержанным практикуется, к сожалению, достаточно часто. Нам очень часто приходится этим делами заниматься. и это относится не только к тем, кто находится последствием. И вот я говорю, как бы есть вот такое вот сомнительное, но все-таки объяснение. А относится к тем, кто находится уже в пенсиарной системе, от которых ничего не нужно уже. То есть это издевательство и истязание, это даже нельзя назвать пытками, потому что пытки по самому слову, это пытки для того, чтобы что-то выпытать. А тут ничего не выпытывают. Тут просто стадисты реализуют свои стадистские качества. Ну, крайне редко. Это должно что-то совершенно экстраординарное произойти для того, чтобы можно было наказать или нужно. А на каком этапе? Всегда будут говорят, что это, говорят, что факты, сообщенные вами, не подтвердились. Все. Не подтвердились и все. Не нашли объективное, при объективной проверке не нашли подтверждения. Это стандартное совершенно. И еще есть стандартная формулировка, кроме этой. Эта формулировка такая, не удалось определить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. Это тоже абсолютный стандарт. Ну, не удалось, не могут они. То, что это есть на картинке. Ну, вот, когда появился список на расстрел, в котором я, почему-то, заняла почетно первое место, когда-то, это давно, очень давно было. был тот же самый ответ. Не удается определить лицо, подлежащее привлечению. Хотя, лица этих людей, это же на сайте было опубликовано. Лица, там их были в прямом смысле. Лицо в самом прямом смысле. В смысле фейс, а не пэсс. Ну, вот, не удается. Почему-то им это, как правило, не удается. Ну, к сожалению, у нас теоретически экстренная помощь должна предоставляться всем, а такая настоящее, серьезное, серьезное медицинское обслуживание только тем, кто живет постоянно на территории России. Поэтому это никак не относится к большинству наших подопечных. Я принимаю беженцев в различных статусах, а также украинцев. Украинцы, они только у нас получают медикаменты, если они у меня существуют, а остальные беженцы, которые с других стран, я им оказываю различную медпомощь. Если это заключается только в выдаче каких-то лекарств, я им даю лекарства. Если я вижу, что какие-то заболевания у них, я направляю их в поликлинику на обследование. Если нуждаются в операциях, угрожающей жизни, опять мы пишем в ОКБ ООН письмо, что это процедуры стоят столько-то, нужна такая-то операция, дают добро, направляем в 67-ю на оперативное лечение. В среднем приходят жалобы, как его, простудные явления, боли в спине, в коленках, в основном вот такие болячки. Редко гастриты, как говорится, циститы, в основном вот этих. Но афганцы, у них тяжелая жизнь, поэтому они таскают, и там климат, поэтому в основном кто-то таскает тяжести, происходит ущемление позвоночника или повреждение менисков. Поэтому появляются эти боли. Они не могут прийти, потому что у них нету статуса беженцы, ВУ и так далее. Тогда они получают полюс. То есть поэтому за них хадахтайствует ОКБ ООН и оплачивает всякие обследования. Но большинство да. У нас есть переводчики, если заняты переводчики, например, если это арабский контингент, то я, так как я знаю арабский язык, я сам справляюсь. Если, например, афганец и переводчики пока заняты и можно с ним на английском, значит я с ним по-английски говорю. Если какие-то сложности он не знает английский, ничего, приходится ждать, когда освободится переводчик. Я наполовину русский, наполовину сирийц. Мама русская, папа сирийц. Я закончил школу дальше с отличием. Меня из всего мира как отличников назначили учиться в медицинском в Москве. Я отказался от Москвы, потому что у меня бабушка в Баку. При СССР это было. Потом развалился СССР, я приехал в Москву аспирантуру докторскую, в общем, я защитился. Дальше я уехал в Сирию, отслужил там армию, потом 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 опять сюда. И вот так. Пол жизни тут, пол жизни там. Сирийцы здесь в основном мало, потому что они живут в Ногинске и Лосино-Петровске. Часто они со мной по WhatsApp или по телефону. Остальные йеменцы, суданцы, которые приходят сюда, вот они второй контингент. Они тоже арабы. Здесь должен быть человек хорошо знающий медицину, как общий врач. просто узкий специалист не может. Я как хирург и работающий в больнице знаю много диагнозов, как говорится, куда направить, как полечить. Для меня проблем нету. Вот, любые. Поэтому сложности у меня нет, и я работаю четко, быстро и эффективно. Мне здесь нравится работать. Если мне не нравилось, я бы ушел. У нас есть сайты, можно сделать перевод, можно принести деньги, сдать бухгалтерию, получить соответствующий документ о том, что эти деньги сданы. Мы просто так в карман не берем и на личной карточке не получаем. Но можно через сайт, можно сделать рекуррентные платежи. Это, кстати говоря, сокращается возможности этого, потому что, к сожалению, с некоторых площадок, на которых мы собирали деньги, нас выгоняют, потому что мы иностранные агенты, чтобы у банка не было неприятностей. Но пока все-таки мы можем принимать поступления и очень благодарны за них, потому что, конечно, нам очень это нужно. И вот когда началась эта украинская, мы собрали 30 миллионов. И это говорит о том, что люди хотели быть на стороне добра, хотя бы таким способом. Это, конечно, по сравнению с тем, что у нас обычно было, полтора миллиона в год это было много. А тут мы довольно быстро, за короткий срок собрали 30 миллионов. И они, конечно, очень быстро разошлись, потому что, когда стали привозить сюда, привозили с территории военных действий украинцев, им обещали 10 тысяч на человека, но это была такая долгая процедура, что многие остались без денег на длительный срок. Но мы по 10 тысяч выдавать не могли, по 5 выдавали. Всем фактически выдали. Благодаря людям, которые нам пожертвовали.